Физика низких температур возникла с получением жидкого гелия. Основную роль в ней играет сверхпроводимость. Открытая Камерлинг-Оннесом в 1911 году. Изучалось поведение электрического сопротивления чистых металлов с понижением температуры. Исследовался образец ртути. Следим за изменением температуры. И вдруг при температуре немного превышающей 4 кельвина электрическое сопротивление ртути исчезало. При повышении температуры сопротивление восстанавливалось. Также ведут себя свинец, ниоби и некоторые другие металлы. Открывались новые сверхпроводящие металлы. Исследовались свойства сверхпроводников. Каждый из них характеризуется определенной температурой, при которой электрическое сопротивление исчезает. Эту температуру назвали критической. Сопротивление исчезает полностью. Значит в таком проводнике не будет тепловых потерь. И ток не затухнет. Убедимся в этом. Из свинцового провода намотана катушка, которую в жидком гелии можно замкнуть и отключить от источника питания. Пропустим ток через катушку. Вокруг катушки возникает магнитное поле. А теперь замкнем катушку и отключим питание. Магнитное поле сохранилось. Опыт показал, что оно оставалось неизменным более двух лет. Обратите внимание. Сфера из сверхпроводника висит над катушкой, по которой идет ток. В чем здесь дело? Магнитное поле проникает в толщу обычного металла. Когда же металл переходит в сверхпроводящее состояние, магнитное поле выталкивается и порождает в сфере ток противоположного направления. Как известно, противоположно направленные токи отталкиваются. Сила отталкивания может скомпенсировать силу тяжести. По этой же причине плавает и магнит на магнитной подушке над чашей из сверхпроводника. Какова же природа сверхпроводимости? Потребовалось около 50 лет экспериментальных и теоретических исследований, чтобы подойти к разгадке этого явления. Теория сверхпроводимости была создана Бардином, Купером, Шрифером. В металле, благодаря столкновениям электронов с ионами решетки и примесями, возникает электрическое сопротивление. При низких температурах в сверхпроводниках электроны не отталкиваются друг от друга, а притягиваются, образуя единый коллектив. Теперь при столкновении электронов с ионами и примесями характер поступательного движения не меняется, и электрического сопротивления нет. Энергии теплового движения электронов недостаточно, чтобы разрушить это состояние. Как возникает притяжение между электронами? Ведь известно, что электроны отталкиваются друг от друга. Но кроме того, каждый из электронов притягивает ион. Ион смещается и увлекает за собой другой электрон. Так появляется притяжение между электронами через решетку ионов. Можно ли практически использовать сверхпроводимость? Обычные электромагниты требуют больших затрат электроэнергии. Поэтому возникла идея создать сверхпроводящие соленоиды. Но оказалось, что в сравнительно небольших магнитных полях сверхпроводимость обычно исчезает. И температура соленоида резко повышается. Изучались и сплавы. Некоторые из них оказались сверхпроводящими в магнитных полях только до двух Тесла. Поэтому рушилась и надежда на создание сверхпроводящих соленоидов с большими магнитными полями. Однако работы советских ученых Гинсбурга, Ландао, Абрикосова, Горькова доказали принципиальную возможность существования сверхпроводимости и в больших магнитных полях. И такие материалы были найдены. Из них уже изготовляют провода, кабели, шины, ленты. Теперь появилась возможность делать соленоиды, которые создают магнитные поля до 20 Тесла. Сейчас ученые работают над созданием мощных сверхпроводящих линий электропередач, в которых будут отсутствовать тепловые потери. Получены материалы, выдерживающие гигантские плотности токов свыше миллиарда ампер на один квадратный метр. Ведутся испытания генераторов со сверхпроводящими обмотками. Ротор генератора охлаждается жидким гелием. Созданы генераторы постоянного тока. Они значительно меньше, компактнее, экономичнее. Новую жизнь получила идея плавающего магнита. Разрабатываются и испытываются модели поездов на магнитной подушке. Благодаря сверхпроводимости можно получить скорость свыше 500 километров в час. Вы видите предполагаемую модель такого поезда. С помощью сверхпроводников можно сделать компактную и достаточно мощную магнитную защиту космического корабля от радиации. Такое магнитное поле надежно защитит космонавтов, так же как нас защищает магнитное поле Земли. Сверхпроводящий соленоид сохраняет энергию и может служить накопителем энергии. Сверхпроводящая сфера, парящая в магнитном поле соленоида, стала основой гироскопа. Ось вращения такого гироскопа в течение года отклоняется менее чем на тысячную долю секунды. Применение сверхпроводимости резко возрастет при повышении критической температуры. Возможно, веществами с высокими критическими температурами окажутся органические системы. Идеи теории сверхпроводимости применимы в ядерной физике и астрономии. Оказалось, что протоны и нейтроны в ядре связаны друг с другом подобно электронам в сверхпроводниках. Аналогично связаны нейтроны в нейтронных звездах. В области физики сверхпроводимости нас ожидает еще немало удивительных открытий.